Экзамены на подтверждение уровней гостиниц теперь будет принимать Федеральная служба по аккредитации. Какие изменения это повлечет для сферы гостеприимства, сколько средств размещения в Тверской области уже имеют звезды, об этом в студии нашего телеканала рассказал эксперт по классификации гостиниц Российской гостиничной ассоциации Светлана Ступишина. Вообще классификация гостиниц существовала и в советские времена. Но по современным критериям звезды на своей двери отели начали получать только в 90-е. Правда, стандарты постоянно меняются. В сторону ужесточения, естественно. Теперь же предстоит новое повышение требований, а процессом сертификации займется Федеральная служба по аккредитации. Есть такая практика, что когда мы классифицируем, все очень хорошо, а когда мы три года к ним не приезжаем, они расслабляются и есть нарушения и в сфере подготовки персонала, и недоукомплектации номеров, и нарушения в количестве услуг, которые предоставляют. Напомню, что по оценкам экспертов на данный момент около 70% гостиниц в Тверской области прошли классификацию. Чаще всего их уровень оценивается в три звезды. Есть пара отелей и с максимальным качеством сервиса. Есть, наоборот, и те, кто не получили ни одной звезды. Однако все равно это могут быть вполне нормальные, абсолютно легальные места размещения. В отличие от тех оставшихся 30, что работают в черную. В целом же, по качеству развития инфраструктуры гостеприимства, Верхний Волжий выглядит очень достойно даже по столичным меркам. А скоро уровень нашего региона вырастет еще больше за счет ввода в эксплуатацию новых гостиниц. В первую очередь, в Большом Завидове. В существующей ситуации, когда мы не можем выехать за границу, и хорошо, что развивается сейчас именно Россия, близость к Москве и не такая уж отдаленность от Петербурга, это будет все востребовано. И думаю, что персонал подготовит, и мы будем выглядеть очень хорошо. В таких условиях, а также на фоне ужесточения правил сертификации экспертов, классификации отелей, все нынешние операторы должны постараться как можно реже допускать послабление в своей работе, уверенные эксперты. Иначе рынок сам отсеет халтурщиков. А заодно и Росаккредитация, которая может и штрафы наложить, а то и вовсе заблокировать работу гостиницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова